Замена кассовых аппаратов, введение единого совокупного платежа и предстоящая в 2020 году всеобщая декларация. О налоговых реформах говорили сегодня на конференции, организованной областным филиалом Палаты предпринимателей от Амикен. Как защитить бизнес и быть в ладу с законом, рассказал директор Республиканского Центра поддержки предпринимателей Дмитрий Казанцев. Его компании 15 лет. По наблюдениям эксперта, изменения улучшают условия бизнес-среды. Они довольны реформами, в основном, нечестные предприниматели. Подробности ужин Сулута Стимировой. Когда к вам приходят на открытие ТО или вы хотите открыть, как бы вас не уверяли, что человек нигде не числится и никогда не числился, обязательно проверьте его на сайте yegov.gz. Лучше перестраховаться, рассказывает директор Республиканского Центра помощи предпринимателям Дмитрий Казанцев. Оплошность в этом вопросе может привести даже к банкротству. Все будет зависеть от суммы долга по налогам. А тем, кто занимается торговлей, нужно заглянуть в свои регистры по доходам. Компаниям, которые каждый год указывают одни и те же цифры, скорее всего, наведаются с проверкой. В 2019-м ждать налоговиков можно еще по одному вопросу. Все предприниматели должны заменить старые кассовые аппараты на новые с функцией онлайн-передачи данных. Время еще есть. Идет поэтапный переход. То есть, с 1 апреля переходит порядка 300 видов деятельности. В июле переходит еще 80 видов деятельности. И в октябре свыше 200. То есть, это идет постепенно интеграция. Прямо сказать, кто сейчас, кто завтра. Это, конечно же, проще зайти на сайт Минфина. Там есть списки и подобрать вид своей деятельности. В первую очередь переходят, вот уже должны иметь. Это те, кто занимается торговлей одежды. Это рынки, кто работает на открытых рынках, прилавках. Кстати, расходы на покупку кассового аппарата предпринимателям компенсируют во время уплаты налогов. Поэтому лучше не скупиться. Еще одно новшество 2019-го – введение единого совокупного платежа. Многие считают, что это налог придумали для безработных и так далее. В интернете очень много эту тему муссируют. Но на самом деле это новый налог для тех, кто скрывает свой бизнес. То есть, для предпринимателей, но который не готов еще легально работать. Он может платить небольшую сумму в районе 2,5 тысяч тенге в месяц. И у него уже голова не будет болеть, что ему никто ни налоговой не может проверить, никакую отчетность не надо сдавать, ни ИП открывать. Требовать этот вид платежа таких лиц никто не будет. Здесь государство полагается на совесть скрытых бизнесменов. В стране по предварительным подсчетам их около полумиллиона. Таким образом совершенствуется налоговый кодекс Казахстана. Изменения вносятся регулярно. Каждый может налоговый кодекс читать, так сказать, по-своему. А здесь именно рассматриваются конкретные ситуации, которые и даются решения. Уже второй раз приезжает к нам Дмитрий Казанцев. Очень интересную всегда информацию дает. Узнать интересное на его семинарах могут и физические лица. С 2020 года отчет о своих доходах будут сдавать все казахстанцы. Поэтому следует привести дела в порядок, советует Дмитрий Казанцев. Всего в его маршруте 25 городов Казахстана. Шансулут Астемирова, Адиль Нуржанов, Новости МТРК.